Собрание автошкол, руководителей автошкол, оно, безусловно, необходимо для того, чтобы выработать какую-то единую стратегию и, возможно, наметить новые учебные мероприятия для того, чтобы, еще раз поясню, каждый выпускник автошколы, если он попал в такую неприятную ситуацию, как дорожно-транспортное происшествие, мог абсолютно спокойно, не боясь, оформить это ДТП самостоятельно, если это возможно. Напоминаю, что с 1 июля прошлого года изменились правила оформления дорожно-транспортных происшествий, но и появилась такая возможность, как, не дожидаясь сотрудников ГИБДД, оформить происшествие самостоятельно по так называемому европротоколу. Но, еще раз, как показывает практика, большинство выпускников, они знают правила дорожного движения, они умеют управлять транспортным средством, но как себя вести после ДТП, как оформить самостоятельно дорожно-транспортное происшествие для того, чтобы получить страховку, получить возмещение, не все это знают. Я полагаю, что со временем, может быть, это будет отдельный предмет, может быть, это будет факультативный, но, тем не менее, выпускники автошкол будут знать и уметь, как оформить дорожно-транспортное происшествие в упрощенном порядке. Продолжение следует...